В этом уроке мы научимся сохранять и загружать анимацию в 3ds Max. Мне нравится инструмент ретаргетинга анимации, потому что с ним очень удобно работать. Мы можем перемещаться между похожими ригами без проблем, если мы убедимся, что у нас совпадают имена и имеются одинаковые анимированные треки. Фактически у нас получится бесшовный результат. Даже если мы переходим к ригу с другим форматом имени, мы все равно можем перенести нашу анимацию. Нам нужно сказать 3ds Max, как мы хотим отображать анимацию. Перейдем в менеджер слоев. Покажем контроллеры нашего Rexica, возьмем данный слой и покажем IQ контроллеры шеи. Выделю все анимированные объекты и если случайно выделится что-то ненужное, как например данный неанимированный контроллер, то нажмем Alt, чтобы снять с него выделение. Теперь можно выбрать Animation, Save Animation и отсюда можем выбрать какую папку мы хотим сохранить файл. У меня есть папка Expert, относящаяся к этому проекту. Нужно выбрать имя файла. Назову файл Rexica, нижнее подчеркивание Performance. Отлично. Это будет XML файл, который можно изменить в случае необходимости. Я вам покажу, как можно выйти к этой информации. Справа вверху мы можем выбрать, какие свойства мы хотим выбрать для нашего файла. Можем сохранить все анимированные треки. Также можно сохранить ограничители к анимации, если мы поставим галочку на Include Constraints. Есть также Keyable Tracks, треки с ключами. Если нам нужен только фрагмент анимации, можно выделить Segment и определить, с какого по какой момент мы хотим сохранять. Можно также сохранять каждый ключ в выбранном диапазоне. В нашей анимации нам это не нужно, я уберу галочку Segment и нажму Save Motion. Теперь давайте сделаем кое-что рискованное. Перейду к первому кадру. Контроллеры должны быть активированы. Нажмем Alt и кликнем правой кнопкой. Выберем Delete Selected Animation. Теперь движение у нас исчезло. Контроллеры оставим включенными и перейдем в раздел Animation – Load Animation. Вот наш файл. Мы можем нажать на него правой кнопкой и выбрать Open – Открыть и тут у нас появится текстовый редактор. Здесь вся информация, которая содержится в этом файле. Очень много чего можно изучить. Если вам нужно перейти в этот файл и здесь что-то исправить, то такая возможность у вас есть. Перед тем, как нажать Load Motion, давайте посмотрим на кнопку Edit Mapping. Здесь показано, как анимация будет переноситься обратно. Нужно проверить, чтобы имя точно совпадало, тогда у нас все отобразится. Слева у нас текущий файл и справа входящая информация. Если мы хотим работать с аналогичной иерархией, то можно перейти к кнопке Hierarchy. Опять-таки у нас масса вариантов. Как мы можем переносить контроллеры сразу из этого списка? Сейчас я возьму контроллер гравитационного центра. Возьмем у него параметр положения по оси Х. И мы его отвяжем. Выделив его, я нажму на нижнюю стрелку, чтобы вернуть его в список входящих данных. Все, больше его там нет. Но нам нужно, чтобы он вернулся, я выберу трек здесь со стороны текущего и теперь можем найти трек, который мы хотим перенести. Имейте в виду, что у нас есть сверху поисковик. Я вобью Anim и нажму Enter. Посмотрите, все в этом файле с указанным префиксом будет выделено. Давайте конкретизируем наш вопрос. Вобьем Anim, нижнее подчеркивание, cog cog и нажмем Enter. Когда мы так сделаем, то мы заметим, что можно выбрать только эти треки. Теперь среди них мы можем найти положение по оси Х. Вот оно. Положение 0, x, y, z и есть наша ось Х. Когда у нас выделен этот трек, то я перенесу его и тут же он встал напротив этого трека в правый столбик. Теперь можно сохранить наш мэппинг. Кнопка внизу. Время загружать результат. Проверьте, чтобы был установлен параметр Absolute. Так мы возьмем данные из этого файла и ничего лишнего, и добавим их к нашему ригу. Можно также выбрать, куда мы хотим вставить данные. Начнем с нулевого кадра, нам это подходит. Нажмем Load Motion и сразу же вы заметите, что все у нас отлично получилось. Это очень мощный инструмент. Вы видите, как прекрасно он работает. Итак, в этом уроке мы научились сохранять и загружать анимацию в 3ds Max. По сути, мы научились работать с инструментом ретаргетинга. Продолжение следует... Продолжение следует...